МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшая мировая практика на примере партнёрства государства и комбината «Запорашталь» в экологической модернизации доменной печи номер 3. Молодые лидеры «Запорашталь» и участники конкурса защищают свои проекты. Народный проект на сайте конкурса «Мы – это город» началось онлайн-голосование. На металлургическом комбинате «Запорашталь» подведены итоги производства в апреле 2017 года. За этот период отмечен рост производства чугуна на 4%, стали на 5,4% по сравнению с апрелем 2016 года. Всего за месяц произведено 279 600 тонн чугуна, 317 300 тонн стали, 265 800 тонн проката. Рост производства чугуна и стали связан с более высокой интенсивностью работы доменных печей номер 2, 4 и 5 в апреле 2017 года. Всего с января по апрель произведено 1 108 100 тонн чугуна, 1 261 600 тонн стали, 1 056 000 тонн проката. Новый этап развития партнерства государства и крупного бизнеса «Металлургический комбинат «Запорашталь»» в рамках государственной программы Министерства экологии и природных ресурсов и Государственного банка «Укргазбанк» привлек и направил экологический кредит в размере 1 миллиона долларов на частичное покрытие стоимости оборудования систем газоочистки аспирации доменной печи номер 3. Общая стоимость около 5 миллионов долларов. Кредит покрывает порядка 20%. Остальное – собственные инвестиции комбината. Если эта программа получит развитие, то действительно можно проводить большую модернизацию в нашем городе и в экономике в целом. Я очень надеюсь, что это будет не точечный кредит на миллион долларов, а это будет просто шаг к целостной комплексной программе по экологической модернизации наших предприятий. В частности, в городе Запорожье. По словам Ростислава Шурмы, это позитивный пример государственно-частного партнерства, при котором средства направляются на совместные решения важных экологических задач. Генеральный директор «Запорожстали» считает, что подобная программа по кредитованию поможет крупным предприятиям в модернизации. Данный кредит важен для нашего комбината не столько как сумма полученных денег, а как знак. Почему? Потому что стоимость доменной печи была более полутора миллиарда гривен. Сумма кредита всего лишь 1 миллион долларов. То есть это менее 2% от стоимости проекта. Почему говорю знак? Потому что в Украине и в нашем городе необходимо реализовать десятки, сотни проектов стратегического характера, экологического характера. Хорошо, что мы комбинат «Запорожсталь» что-то можем делать сами. Но некоторые большие проекты мы без банковской поддержки сделать не можем, такие как конвертерный цех. Многие предприятия не могут самостоятельно профинансировать экологическую реконструкцию без банковской поддержки. На сегодняшний день реконструкция доменной печи номер 3 – крупнейший инвестиционный проект в Запорожской области. Особое внимание уделяется экологической составляющей. Оснащение агрегата самой современной системой газоочистки и приборами непрерывного автоматического контроля позволит отслеживать работу оборудования в режиме онлайн. Очистка от пыли будет обеспечена на уровне 20 миллиграмм на кубический метр, а общий объем выбросов пыли сократится минимум на 20%. На комбинате «Запорожсталь» подведены квартальные итоги сразу двух регулярных конкурсов. Победители были объявлены на традиционно мощном рапорте в минувшую пятницу. Первый из конкурсов – мотивационная программа «Миллион по охране труда». Суть в том, что работники сами на своих рабочих местах могут выявить несоответствие и разработать мероприятия по их устранению. Что бы я хотел отметить, что у нас участвует уже практически 400 бригад на комбинате, почти 5,5 тысяч человек, больше половины наших работников. Есть очень хорошие, очень достойные предложения. В этом квартале у нас победителем стали 19 бригад. Дипломами и премиями награждены все победители. О научном рапорте генеральный директор лично поблагодарил за участие в конкурсе тех, кто стал победителем впервые. Это бригады, цеха металлоизделий, ремонта металлургических печей и ремонта механооборудования. Также был отмечен успех бригады, которая одержала в этом конкурсе больше всего побед – 12. От каждого из нас очень многое зависит. Поэтому самое главное – это каждому из нас хорошо и добросовестно относиться к своему делу. Внимательно не проходить мимо, не оставлять, если выявили какие-то нарушения, не быть равнодушным. А увидел, устранил – это благодаря каждому из нас. И условия будут у нас лучше, и каждый из нас будет работать безопаснее, и результат будет у каждого из нас достойным. Еще один конкурс по внедрению и развитию системы 5С, которая позволяет четко структурировать рабочие процессы, поддерживать порядок на рабочем месте и, как следствие, повышает производительность труда каждого работника. В первом квартале лучшими структурными подразделениями стали цех текущего содержания ремонта пути УЖДТ, ЦРМО-4 и обжимной цех. Победители получили грамоты и денежные сертификаты на 20, 40 и 60 тысяч гривен. Благодаря тому, что у нас одна команда. То есть у нас есть одна цель. Люди понимают поставленную цель, будем выполнять. Каким образом? Вот результат показывает, что мы правильным путем идем до достижения цели. Вот и все. Молодые лидеры «Запорожь-стали». На прошлой неделе в Запорожье состоялся финал корпоративного конкурса предприятий группы «Метинвест». На комбинате «Запорожь-стали» этот конкурс прошел уже второй раз. Основная цель – выявить и сформировать молодую элиту производства, найти работников, которые в перспективе способны стать талантливыми и умелыми руководителями, возглавить структурные подразделения, а может быть, и все предприятия. Конкурс – это возможность нам, как руководству комбината, узнать молодых лидеров, действительно молодых ребят, которые горят нашим предприятием. Это возможность ребятам познакомиться между собой и понимать, кто у нас будущие комбинаты. Это действительно элита комбината, это действительно те люди, которых мы будем растить и которые своим трудом, своим непосредственным оптимизмом, на себя обратили внимание. На первом этапе конкурса его участники были поделены на команды и получили задания. Задача – найти действенное решение одной из актуальных производственных проблем. Каждая из команд получила наставника одного из ток руководителей «Запорожь-стали». Команда номер 18 работала под руководством директора по инжинирингу Андрея Жука. Им предстояло найти способ минимизировать заворачивание кромки стального листа на стане НТЛС-1680. Тему мы не выбирали, нам ее дали. Это одна из проблем нашей прокатки. И мы внедряем мероприятие, которое позволяет снизить количество дефектов заворот кромки на 10%. Пока мероприятие работает в ручном режиме, у нас уже за… ну, она только начала работать, получается, уже у нас есть позитивная динамика. Защита проектов – самый важный и ответственный этап. Перед конкурсной комиссией 16 презентаций. Темы самые разные – от увеличения скорости погрузки готовой продукции до решения задач в сфере IT. Здесь главное не только досконально проработать проблему и правильно показать оптимальное решение. Не менее важно и ответить на множество вопросов экспертов. Поэтому презентации длятся почти до вечера. После последней эксперты уходят, чтобы определить лучшую команду. Томительное ожидание – и вот они, победители второго сезона конкурса «Молодые лидеры Запорожьстали». Команда номер 13. Пожалуйста. Важные аплодисменты. Команда номер 13. Победитель проекта «Запорожьстали». Теперь команде предстоит участвовать в финальной части проекта «Молодые лидеры Метинвеста». В нем примут участие победители аналогичных конкурсов предприятий группы. Миша рады. Мы стремились, мы хотели. Было желание, была возможность. Благодаря тому, что у нас исполченная команда, ну, по сути, мы добились своего. Безумно рады этому. Высокие цели комбинат «Запорожьсталь» переходит на новые версии международных стандартов систем менеджмента. Руководство комбината вместе с лучшими украинскими специалистами пересматривает всю существующую документацию, чтобы привести ее в соответствие с требованиями новых редакций мировых стандартов. Это необходимый шаг для того, чтобы идти в ногу со временем и сделать работу еще более эффективной и безопасной. «Самая главная задача, которую я для себя бы сейчас формулировал, исходя из того, что я видел, это сделать так, чтобы эта интегрированная система менеджмента и действующие нормативные документы стали максимально гибкими, быстрыми и удобными как для тех, кто их пишет, так и для тех, кто их читает». Прежние мировые стандарты систем менеджмента разрабатывались еще 10 лет назад. За это время представление совершенной организации изменилось. Чтобы соответствовать мировым стандартам, каждому предприятию нужно придерживаться определенных правил в работе. Прежде всего, учитывать интересы всех вовлеченных сторон, постоянно анализировать возможные риски и сводить их к минимуму. Это как раз вопросы еще большей клиентоориентированности, вопросы качества продукции. Это соблюдение экологической безопасности, промышленной безопасности каждого сотрудника в вопросах охраны труда. «Европейская практика требует еще большего вовлечения персонала в вопросы экологии охраны труда. И самое главное – это определение, обозначение тех заинтересованных сторон и взаимодействие с ними». Комбинат «Запорожсталь» давно работает по установленным мировым стандартам. И во многом перечисленные нововведения уже внедрены в работу предприятия. Осталось только усовершенствовать знания и навыки. «Очень приятно, что «Запорожсталь» здесь по многим направлениям действительно является не ведомой организации, а ведущей. И многие новые требования уже выполняются сейчас. Тоже лидерство, безусловно, это то, что у вас есть в ярчайших примерах, тоже постоянное совершенствование, та же работа с обществом, с городом». Новая редакция мировых стандартов систем менеджмента будет действовать на протяжении ближайших 10 лет. Новый народный этап масштабного социального проекта в «Запорожье» полным ходом продолжается пятый сезон конкурса социальных инициатив комбината «Запорожсталь» «Мы – это город 2017». Общий бюджет – 3 миллиона гривен. Каждый из финалистов может получить грант до 100 тысяч гривен. Направления самые разные – от реализации инфраструктурных и спортивных проектов до туристических и образовательных программ. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 279. Техническую экспертизу прошли 233. Экспертный совет определил полуфиналистов. Теперь выбрать понравившийся проект на официальном сайте конкурса «Мы – это город» может любой «Запорожец». Онлайн-голосование продлится до 8 мая. Сегодня стартовало онлайн-голосование на нашем сайте «Мы – это город» за народный проект. И очень важно, что каждый житель Запорожья и Запорожской области сможет почувствовать себя экспертом и проголосовать за понравившийся ему проект. Потому что мы хотим, чтобы победил проект лучший. Во дворце культуры «Заводский» состоялся галоконцерт фестиваля военно-патриотического творчества среди учащихся общеобразовательных школ Заводского района. В этом году концерт приурочен к дню 9 мая. Праздник проводится уже четвертый год подряд. Мы поем песню «Мир без войны». Мы заняли второе место. Мероприятие – это галоконцерт конкурса, который проходил военная песня патриотическая. На концерте прозвучали военные песни, стихи, а также музыкальные произведения. Победители и дипломанты получат грамоты и подарки. Подводим итоги и награждаем победителей. Это при поддержке городской власти, наших депутатов, при поддержке комбината «Запоросталь», «Огнеупорного завода» и «Коксахима». При поддержке комбината в Заводском районе проводится немало мероприятий, праздников и фестивалей. Данные мероприятия, они должны быть, имеют право на существование. И комбинат «Запоросталь» всячески будет поддерживать вот эти мероприятия. Потому что данные мероприятия, я еще раз повторюсь, воспитывают у нашей молодежи дух патриотизма и любовь к Родине. Праздник красоты в Заводском районе состоялся конкурс «Мисс Заводчанка». В нем приняли участие пять девушек. Они представили ведущие промышленные предприятия «Запорожья». «Запорожсталь», «Запорожкокс», «Титаномагниевый» комбинат и «Запорожугнеупор». Каждое предприятие предварительно провело свой конкурс красоты, чтобы определить свою лучшую представительницу. Анна уже несколько лет работает на комбинате «Запорожкокс». Решила поддержать свое предприятие, как-то все отказывались поучаствовать, но я решила, что я теряю, почему не поучаствовать. От участия прежде всего получить удовольствие и доставить его людям. Елена – представительница комбината «Запорожсталь». Она работает ведущим экономистом планово-бюджетного отдела. На протяжении месяца в свободное от работы время занималась подготовкой к конкурсу. «Шесть дней в неделю после работы, каждый день. Решила поучаствовать, проявить свой талант, что-то попробовать новенькое, вспомнить молодость, как в институте мы во всех мероприятиях участвовали, показать то, что я умею». В конкурсе девушки показывали свое умение дефилировать, танцевать, вести диалог. Участницы продемонстрировали общую хореографию, выход в украинских костюмах, а также ответили на вопросы в интеллектуальном конкурсе. Девушек оценивало компетентное жюри, куда вошли представители промышленных предприятий и руководство заводского района. «Цель проведения этого конкурса – показать городу и всем, что заводский район не только промышленный район, и те предприятия, которые в нем находятся, не только умеют хорошо трудиться, но и на этих предприятиях работают еще и сильный слабый пол, работают женщины, работают девушки, которые могут себя проявить как на производстве, так и показать свою красу, умение, свой талант, свои возможности». По результатам всех конкурсов титул «Мисс Заводченко» присвоили представительнице комбината «Запорожсталь» Елене Бесник. Победительницу и участниц ожидали ценные подарки от спонсоров конкурса.